В этой весовой категории показал себя отличным борцом и оказался сильнейшим. С преимуществом в 3 балла. 3-0. А сейчас на ковре. Очень интересная весовая категория. Да, пожалуй, самая интересная на этих соревнованиях. 84 килограмма в финале Сажидов против Хаджимурада Гацалова. Но гораздо интереснее, наверное, рассказать о предыстории этой схватки. Я имею в виду, естественно, Хаджимурада Магомедова. А, ну... О том, как он встречался в полуфинале с одним из борцов, которых мы видим сейчас. С Хаджимурадом тоже Гацаловым, со своим тезкой. И ему проиграл. То есть, олимпийский чемпион, чемпион мира Хаджимурад Магомедов не мог побороться в большом финале. Занял лишь третье место. Что многих, конечно, разочаровало. Больше всего, наверное, Шевалье Мусуева это... Его тренера. ...коснулось, да. Ну, я должен сказать, что эта весовая категория на соревнованиях Гран-при Ивана Ирыгин была укомплектована как никогда сильными борцами. Вот за исключением Адама Сайтиева. Здесь все сильнейшие борцы. И олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, и чемпион Европы Сажид Сажидов, который выступает в красном трико. И чемпион мира Хаджимурад Гацалов здесь, и очень сильный борец Шамиль Гитинов, и здесь прекрасный борец из Соединенных Штатов, Фулхарт Ли. Вот так они, собственно говоря, и занимают табель на этих соревнованиях в этом порядке. И вот в финале главные соперники Гацалов и Сажидов. Сажидов в красном трико и Гацалов. А перед этим Гацалову удалось одержать победу, причем убедительную, над Хаджимурадом Магомедовым 5-1. А Хаджимурад, в свою очередь, уложил на туше Шамиля Гитинова. Да. Тоже очень убедительная победа. Да, причем проигрывая схватку 4-0, он сумел поймать вот на свой коронный прием и чисто положил. И вот такая очень нервная, напряженная борьба идет постоянно вот в этой весовой категории на этих соревнованиях. И я думаю, что Хаджимурад немножечко не был готов к этим финансам. Это Хаджимурад Магомедов. Ну, чем более будет интересный чемпионат России. А его тезка сейчас в очень затруднительном положении. Посмотрим, чем же все это закончится. Ну, закончила... Вот этот бросок, кстати, мне кажется, это один из лучших бросков, который был зафиксирован на чемпионате. И является самая высокая оценка. 5 баллов выше оценки в борьбе не бывает. Ну, наверное, если согласятся, это действительно был самый красивый борцовский прием. Да, и будет очень сложно сейчас Гацалову. Который настраивался явно на победу, все-таки одолел олимпийского чемпиона. Хотелось продолжить стать чемпионом этого турнира. Да, очень молодой спортсмен. Впрочем, оба они молодые. Один 81-го, другой 82-го года рождения. Хотя внешний вид совсем не соответствует. Да. Гацалов хотел побороться и в полутяжелом весе. Так же энергично, как сейчас. Вот он сейчас атакует. Ну, 5 баллов это, конечно, очень большое преимущество. Очень трудно отыграть. И опять соревнуются представители борцовских республик. Сажидов, Махачкала, Дагестан. И Хаджимурад, Гацалов, Владикавказ, Северная Осетия, Алания. Гацалов в синем трико, для того, чтобы было понятно. Вот он атакует на краю ковра. И счет, вы видите, 5-3. Гацалов ввел и сделал два приема. Один приемом ответил на эти два приема Сажидов. Но каким приемом? Тем обиднее ему вот та ошибка, которую он допустил, позволил сопернику пробраться. Добраться до его ноги. Видите, как по-разному ведут себя соперники. Один атакует, второй тянет время. Тянет время и посматривает все время на счет, на секундомер. Конечно, защищаться легче, чем раскрыть защиту соперника и атаковать. Тем более, что все качества положительные, сильные качества друг друга им известны. Очень хорошо. И кроме еще названных спортсменов этой весовой категории, вот я посмотрел еще раз протоколы. И Вадим Лалиев, сильный очень спортсмен, из Владикавказа боролся. И Шамиль Альдеев, многократный призер чемпионатов России. И еще шесть, кроме названных, еще шесть мастеров спорта международного класса. Вот какая весовая категория была. И осталось только двое сильнейших. Сажетов, по-моему, замечательно. Справляется с своей ролью защищающегося от бесконечных атак. Это же Мурата все его действия видит, опережает, не дает ему возможности. И в то же время контролирует, потому что в данном случае, вот, если Гацала чуть-чуть откроется, Сажидов, вот, видите, и прошел в ноги раз, вот то, о чем я говорил. Чуть-чуть, немножечко расслабил Гацалов. Кстати, уже не первый раз он допускает одну и ту же ошибку. И оценка в один балл получил Сажидов. И Гацалов в партере. Уже счет 6-3 в пользу Сажидова. Это принципиальная схватка, и нужно сказать, что, вот, на всех последних соревнованиях за целый год, по сути дела, Сажидов ни одной ошибки не сделал. Он выиграл чемпионат Европы в прошлом году, выиграл чемпионат России, а в этом году выиграл в Соединенных Штатах турнир на призы олимпийского чемпиона Дэйва Шульца. И звучит сирена. И вот буквально перед сиреной Гацалов сделал прием, но и этот прием мог бы быть оценен в 2 балла, но судьи не дали. Незавершенный был прием. Со счетом 6-3 победил Сажидов. Ну, если даже прием бы оценили 2 балла... Продолжение следует... Продолжение следует...